здравствуйте мои дорогие зрители сегодня мое видео будет про творчество я знаю что многие хотят про растения но про растения было вчера и на своем канале я все-таки буду совмещать два вида деятельности к этому вам надо будет привыкнуть у меня периодически будет выходить видео и про творчество переходить периодически выходить видео про растения я сразу буду вас предупреждать чтобы те кто не любит творчество не смотрел те кто любит растение смотрел только про растение ну ладно перейдем перейдем к делу и так мне хочется познакомить вас со своими новыми работами я очень ударно работала эти месяцы этот месяц вернее февраль месяц я очень много работала и мне есть чем похвастаться потому что у меня есть свои личные успехи поэтому сейчас сразу переворачиваю камеру и идем мою мастерскую ну вот мы входим мою комнату где находятся мои картины которые сохнут и я открыла окошко потому что там очень много испаряющихся красок комната у меня еще не оборудована видите со старой мебелью но как мастерская она для меня подходит потому что здесь есть где развернуться моим картинам и так я сейчас хочу похвастаться одной работой вот она у меня около батареи стоит на просушке и так вот эта работа эта работа по мастер-классу натальи ширяевой она руководит клубом продающих художников и я подписана в этом клубе и она проводила мастер-класс и сказала что если получится работа то можно ее даже вылаживать на продажу вот такая африканская девушка у меня получилось лицо африканской девушки написано но мастихином вот вот такими мазками очень пастозная живопись такая текстурная видите выпуклая такую как любят американцы вот такой у нее интересный красивый платочек и вот такое красивая личка высокая шея наверное это кенийка и я немножко конечно поменяла фон мне не хотелось полностью повторять автора я сделала такой фон оливковый и мне кажется получилось очень очень удачно сейчас эта картина у меня на просушке и я попробую выставить на эти лица африканских девушек очень модны у американцев и они с удовольствием украшает этими лицами свои жилища следующие работки это маленькие миниатюрки миниатюрки практически были написаны красками которые у меня остались на моей палитре и чуть-чуть я только добавила вот здесь у меня написано нарисовано ирландия весенняя ирландия когда яркое солнышко когда уже и появились проталины и появились первые цветочки ну вот такая маленькая миниатюрка кстати по ней много заходов следующая миниатюра это дуб американцы любят такие картины с деревьями у каждого человека должно быть свое дерево которое символизирует его жизнь вот и вот такое дерево с цветочным лугом нарисовала я тоже в техника им паста прям такая жирненькая жирненькая им паста вот такой вот дуб получается и очень симпатичная маленькая картинка которая тоже можно подарить и вот еще одна картина которая написана сложные техники лессировок это когда несколько раз при ты подходишь к этой картине прописываешь один слой даешь высохнуть этому слою потом еще раз прописываешь слой и еще раз прописываешь и можно так возвращаться на до пяти раз ну и вот у меня получился такая красивая гацани она прям просто очень очень симпатичный вот такой вот красный цветок и мне знаете я сразу вспомнила когда дописывал эту картину вспомнила сказку про аленький цветочек помните по сказкам баженова вот такой вот аленький цветочек у меня получился вот такая красивая красивая прописанная картина такая живопись конечно тоже приносит удовольствие ну и еще я похвастаюсь своей большой акварельной работой работа написана на формате 40 на 60 вот такой меня большой акварельный лист и и это работа с лилиями с водяными лилиями работа сложная потому что большая но мне кажется она у меня получилась вот такие листья у лилий получились красивые как я и хотела такой импрессионистской манере в несколько оттенков вот как природе мы всегда видим несколько оттенков но тут немножко более ярко выражено и вот такие красивые красивые цветы вот картина конечно заиграет по-другому когда ее нужно будет оформить в паспорту и поставить в рамочку под стекло и на экране она конечно не передается так не передаются все цвета потому что в жизни она гораздо колоритнее гораздо ярче и больше симпатичнее ну и сейчас я еще покажу свою работу которой я горжусь работа огромна видите она просто на кресле подсыхает эта работа 60 на 80 я поняла что такую живопись очень сложно писать потому что с большой площади испаряются масляные краски и ты дышишь всеми этими масляными красками и потом ощущение три дня не проходит вкуса масляных красок во рту но работа мне кажется очень удалось у меня получилось вот такое яркое красивое солнце вот такой вот рассвет блики озеро блики и вот такие большие но это не тюльпаны это скорее всего анимоны такие большие цветы и картина вот я хочется показать ее чтобы она не бликовала сейчас я немножко наверное поправлю вот так вот так телефон вот так картина брату понравилось и самое страшное что было задание у брата Надя я не знаю что что ты напишешь но надо чтобы ты написала что цветы и чтобы я пришла и сказала и вот я все время переживала а вдруг он не скажет а вдруг ему не понравилось не понравится я поняла что работать на заказ очень очень тяжело лучше всего когда человек приходит смотрит на твою картину уже понравившуюся ему картину выбирает и покупает чем на заказ ну я брату он мне холст купил за эту картину точно такого же размера то есть я его ее рисовала бесплатно ну и в конце я немножко хочу еще показать свою пчелку я ее подправила увеличила ей крылышки растушевала гелевую ручку кисточкой и прорисовала прожилки на пчелке на пчелкиных крыльях и немножко убрала блики вот здесь и мне кажется пчелка так получилось гораздо лучше вот такая ну и еще сзади у меня стоит картина которую я покажу попозже эту картину я исправила помните у меня была картина с цветками люпина и цветки эти были в таком равномерном расположенном друг от друга порядке и больше эта картина походила не на лук а на какой-то узор из цветков люпина и вчера у нас мы обсуждали в клубе наш клубе продающих художников наш тег это blue bonnet painting то есть цветки люпина американцы очень любят цветки люпина вот и очень много запросов но очень мало картин и поэтому я решила решила добавить сюда цветки люпина как раз они получаются в той же самой гамме и плюс еще мы обсуждали картины нашего знаменитого художника в нашем клубе это художница Валентина Зайцева которая пишет мастихиновые картины в такой свободной очень летающих в таком полете в технике не все эти те не все эту технику понимает не все эту технику принимает а один человек написал что это не картины это рукоблудие так вот я вчера занялась тоже рукоблудием и вот что у меня получилось немножко вам поставлю кадров как я исправляла эту картину а я сейчас как раз то и хочу по рукоблудить если вы помните у меня картина с цикорием и вроде она неплохая но вся проблема в том что цветки расположены как на узоре слишком правильно ну вот так я под испортила уже свою картину пока я положила подложку под те места где у меня будет люпины и вот один люпинчик чуть-чуть уже подрисовала мне кажется уже картина немножко ожила ну вот такая моя стала сейчас картина здесь видите я поставила немножко беленьких акцентиков на хвостиках у своих люпинчиков а здесь еще нет значит тут тоже надо добавить и что у меня остается мне проработать задний фон вот что получилось ну и сейчас немножко хочется выделить веточки у моих голубых цветочков сейчас я это сделаю и посмотрим что получится и так прописку я буду делать кистью так как у меня вот я сейчас приставлю поближе видите уже мастихином здесь подрисовано все поэтому мне только некоторые места увеличить цветность и посмотрите я работаю я очень люблю работать сидя просто сидя на кровати здесь у меня какой-то покрывается вот не люблю я на мольберте на мольберте я первый раз когда у меня картина вот могу первый подмалевок делать на мольберте а дальше когда просыхает первый слой второй слой если это живопись в несколько слоев я люблю делать сидя а картина чтобы лежала у каждого свои заморочки ну вот и все картина дописана и как всегда у художника надо вовремя отобрать мастихин или кисточку для того чтобы не испортить я увеличила свои колоски увеличила их цветность наверное у некоторых не угадал длину ну вот и все я придумала как этот колосок разделить на два я просто нарисовала бутон цветочка ну и сейчас мы рассмотрим эту картину когда свет падает друг под другим углом под другим углом картина выглядит иначе и посмотрите какие у меня здесь улюпина большие толстые красивые жирные мазочки вот такое вот такое рукоблудие которое мне нравится и кстати такое рукоблудие невозможно повторить если лисировочную технику вот красный мой цветочек можно повторить то вот такое рукоблудие повторить невозможно потому что мастихин никогда не ляжет одинаково мазочек мастихина никогда не будет одинаковым вот такая картина ну вот таким творчеством я занималась в феврале мне оно принесло массу положительных эмоций я в восторге конечно я поработала очень хорошо потому что картина занимает огромное количество времени и руки твои становятся более умелыми вот если кто-то если кому-то понравились мои картины кто-то хочет рассмотреть их побольше а может кто-то хочет приобрести пожалуйста у меня ссылочка под этим видео на мой магазин вы можете зайти в магазин посмотреть эти картины обязательно не забудьте нажимать на сердечки если вам картина понравилась потому что очень обидно когда покупатели уходят без просто пришли в магазин и неужели и ты думаешь неужели вам ничего не понравилось обязательно вы просто может не знаете об этом поэтому в уголочке лайкайте на сердечки вот если картину вы хотите приобрести себе но у вас нету пейпла потому что эти можно купить картину можно только через пейпл вы можете написать мне в комментариях под этим видео и мы с вами придумаем как переправить эту картину к вам у меня опыт такой есть у меня уже есть опыт продаж вот другие страны ну что ж а теперь пора за дело пойду работать всем вам хорошего настроения всем весенних тепленьких дней скоро они придут пока пока ждите моих новых видео в следующем видео